АПЛОДИСМЕНТЫ Все боятся рака и думают, что он их не коснется. Так думала и я. Меня зовут Румия. В апреле 2011 года я обнаружила у себя уплотнение, обратилась к онкологу, сделали обследование, и доктор озвучил, у вас рак. В этот момент я восприняла свой диагноз как приговор. Доктор, лечащий доктор, обозначил этапы лечения. Но меня пугало не лечение, меня пугал менталитет общества, мнение, что это заболевание неизлечимо. Все смотрели на меня с удивлением, почему я так хорошо выгляжу, как бы ожидая, что должна выглядеть, как этот грустный котик. Но не на то напали. Далее действительно все было непросто. Далее действительно все было непросто. Было непростое длительное лечение. На протяжении полутора лет операции, химиотерапии, облучение и выход ремиссию. Так почему же мы в такой непростой период жизни, во время лечения такого сложного заболевания, думаем о том, что думают о нас окружающие? Почему мы думаем о том, как бы сказать, что есть такое заболевание, серьезное, сложное, есть лечение, но оно результативное, оно поможет, я вылечусь и болезнь отступит. Вспоминая все то время, когда я лечилась, могу сказать одно, что одна из проблем в такой ситуации – это психологическая. Лично я себя чувствовала тогда крайне одинокой. Общество либо не признавало мой диагноз, либо считало, что оно имеет неблагоприятный исход. Проходя реабилитацию в Республиканском онкодиспансере, я поняла, насколько важна поддержка в тот период, когда человек слышит такой диагноз. И мне не отпускал вопрос, почему в нашем городе с населением более полумиллиона человек нет возможности получить помощь онкопсихолога? Почему нет места, куда можно было прийти и получить профессиональную психологическую помощь, когда нервы дают от лечения, когда страх переполняет тебя? Вы знали, что в Татарстане на учёте с онкологическим диагнозом наблюдается, получая от лечения, 117 тысяч человек? 18 тысяч человек из них в городе Набережной Челны. Ежегодно в нашем городе получают диагноз «рак» 2 тысячи челницев. И в глазах каждого вы увидите страх, справиться с которым получается не каждому. И, закончив лечение, у меня возникла идея создания центра социально-психологической помощи людей, столкнувшись с онкологией, и поддержки их близких. Я видела эту проблему изнутри. Я понимала, насколько важна помощь при постановке диагноза, во время лечения. Я понимала, как настрой самого больного влияет на результат лечения. Меня очень обрадовало, что врачи города и республики поддержали идею создания такого вида учреждения. И они по сей день участвуют, принимают активное участие в работе нашего центра. Благодаря поддержке мэра города на выделенное помещение безвозмездное пользование я пригласила специалистов, которые согласны были работать. Про помещение забыла сказать, что бизнес-партнеры нам сделали ремонт. Был проведен ремонт помещения. Были приглашены специалисты в наш центр. Мое участие и победы в конкурсах республиканских и российских позволили получить гранты, благодаря которым мы оплачиваем работу всех наших специалистов, специалистов нашего центра. Самое главное о том, что центр в данный момент функционирует, работает. И благодаря нашему центру любого, кто имеется возможность каждому, у кого космосонкология, обратиться в наш центр и получить профессиональную, бесплатную психологическую помощь. Также имеется возможность получить консультацию специалистов различных профилей. Это и врачи-онкологи, врачи-неврологи, сосудистые хирурги, это специалисты пенсионного фонда, социального фонда, медицинские юристы, врач-диетолог. Имеется возможность посещать занятия адаптивной физической культуры, групповые занятия с психологом, занятия арт-терапией, это творческие мастерские. Вот такая работа проводится в нашем центре с врачом, главным врачом БСМП Маратваницовичем, благодаря которому, в принципе, и создалась тоже, создался этот центр. Ну, а изначально я вот хочу сказать, что изначально мы создали организацию общественную «Рак Победим», которая оказывает поддержку социально-психологическую, информационную. У нас несколько проектов в нашей организации. Один из проектов — это центр социально-психологической поддержки, о котором я хотела вам и рассказать. Серьезное испытание, любое серьезное испытание в жизни меняет нас, наши отношения в жизни, наши планы. Был случай, когда женщине с 43 лет был поставлен рак груди. После длительного лечения реабилитации она пришла к осознанию того, что всегда стремилась помочь как можно больше своим детям, поддержать их материально, обучить их, но так часто забывая про себя. Пережив болезнь, она стала слышать себя, свои желания. Пришло понимание, что жить даже ради своих детей это неправильно. Нельзя только отдавать. Нужно наслаждаться жизнью, уметь отдыхать. И теперь они с мужем часто путешествуют и по миру тоже. Но есть и другая сторона, когда уход от реальности, безответственное отношение к своему здоровью. Позиция, что это меня не коснется, может сыграть с нами злую шутку. Шутку со смертью. Это случилось с одной мне знакомой женщиной, которая имела возможность брать справку о прохождении медосмотра, не проходя обследование. И когда у нее появились проблемы, она обратилась к доктору, и у нее оказался рак на той стадии, когда уже излечение было невозможно. И, к сожалению, ее с нами сейчас нет. На сегодняшний день современные методы лечения и диагностики позволяют продлить и улучшить качество жизни даже тяжелобольным. Сегодня, возможно, подаются лечению опухоли, которые раньше имели неблагоприятный прогноз. Например, детский ликоз. В 95% случаев возможно полное излечение. Рак – это боль физическая и моральная. Но когда мы способны воспринимать эту боль не как нечто угрожающее, отнимающее, когда мы способны разглядеть нечто большее, когда она способна стать благом, стать благом не только для нас, но и для тех, кто нас окружает. Это как сделать из лимона лимонад. Благодаря раку у меня появилась сила и смелость, которых я ранее не подозревала, и благодаря которым у нас получилось создать такой уютный центр онкоподдержки. И, возможно, слово «боль» происходит от слова «больше». «больше», когда тебе дают чуточку больше смелости, чтобы сделать то, чего ты раньше боялся, больше любви к жизни, чтобы не тратить ее на пустяки, больше любви к себе, чтобы принять себя таким, какой ты есть. поверьте, не страшно узнать о диагнозе, страшнее узнать о нем слишком поздно. Поэтому проявите внимание и любовь к себе уже сейчас и приходите завтра, 7 октября, на бесплатное обследование в рамках акции «Я прошла». И пригласите своих мам, сестер, дочерей на обследование, организованное республиканским клиническим локодиспансером, которое состоится в торговом центре «Санрайс-Сити». Спасибо. 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 Спасибо.